Здравствуйте. Здравствуйте. Чего я могу помочь? Кому вы выбираете бельё? Себе или девушке? Вот это женские труселя, правильно? Знаешь, девушки. Знаете, все так говорят, а потом, знаете, так... Не знаю. Ничего нервничать. Хорошо. Для кого выбираем? Для жены. Давайте, значит, определимся. А вам эксклюзивное или на каждый день? Вот, вы знаете, хотелось бы, чтобы эксклюзивное было и в то же время на каждый день. Ну, чтобы вот так раз купил и на год хватало. Мужчина, ну, на женском белье экономить нельзя. Это что, заговор какой-то? Значит, на женском белье экономить нельзя, на косметике экономить нельзя. На чем тогда экономить? На резине? Ну, носи мне её. Понимаете, мужчина, женщина воспринимает подаренное ей бельё как подарок мужчине. Она у меня все подарки так воспринимает. Прикиньте, ей платье на мой день рождения подарили. А, я поняла. Хорошо, скажите, вам интимные или на каждый день? Или вот обычные? А какая разница? Ну, интимные это для особых случаев. Для каких это особых случаев? Ну, для интимных. Так, не морочите мне голову. Дайте мне обычные труселя, я уже сам решу, когда из них сделать интимные. А, вы там посмотрите, вот там вот внизу, там как раз у нас паскидочки, я сейчас подойду. Колян, слышишь? Блин, такую кепку купил тебе и себе. Одинаковая. Блин, последняя оторвал. Бомба вообще. Да сейчас увидишь, пять минут, потерпи, ё-моё. Я сейчас заскочил тут, жене куплю подарок, и сейчас к тебе. Слышь, Лифон, заверни мне. Короче, Колян, я тебе говорю. А скажите, вам какое бюстье, баланьезе, топиком, спортивное? Ты плохо слышишь? Лифчик, Лифон, заверни мне. Колян, я тебе говорю. Я вам модели перечисляю. Баланьезе, бюстгальтер, топиком, спортивный. Мне на грудь. Они все на грудь. Так, Колюня, братан, подожди, я минут через двадцать тебе перезвоню, тут не всё так просто. Скажите, какая моделька бюста вам нужна? Какая моделька? Во, вот как на этой манекене. А, отличный выбор, это классика. А давайте теперь определимся с чашечкой. Значит, чашечка мягенькая, упругенькая, с пушапом, с косточкой, без косточек, с лямочками, без лямочек. Сейчас, секундочку. Колян, слышишь, я, наверное, ко второму тайму подойду. Да, 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 давай, без меня, без меня. Так. Скажите, какая моделька бюста вам нужна? Слышь, мужик, она всех этим вопросом валит. Я тебе говорю, начни с трусов, там вообще два варианта только. Обычные и интимные. О. С дернечками, видал? Слышь, а, мужик, давай я сам со своей бабой разберусь, ладно? Я помочь хотел, чё? Ну, в смысле, с этой бабой разберусь, какие моей бабе нужны телефоны. Скажите, пожалуйста, вам интимны или на каждый день? А если у меня интим каждый день? Ну, тогда ваша жена вас должна просто обожать. Ты чё, дура, жена вообще не должна знать, что у меня каждый день интим. А, маленькое уточнение. Бельё выбираем кому? Да, жене, жене. Хорошо, задай вопрос по-другому. А ваша жена будет под какую одежду надевать бельё? Блин, ты откуда я знаю? Ну, по-любому что-то накинет, не будет она в одном лифоне рисачить. Вот у них всё сложно вообще. То ли дело у нас, у мужиков, да? Одни труселя на все случаи жизни. Вот, и в гараж, и интим, там все дела. Я в этих труселях даже иногда в бассейне купаюсь. Классная история. Так что? Скажите, пожалуйста, какой у вас размер? Нормально у меня размер. Никто не жаловался ещё, а? У вашей жены какой размер? А, у жены? Так, у меня 45-й, у тёщи 43-й. 39-й. Размер бюста. А, блин. Тут, тут надо помощь друга. Алё, сынок, здорово. Слышь, ты дома? О, отлично. Помнишь, мы вчера с тобой в лётчика выиграли? О, слышь, ты можешь посмотреть размер очков для шлема? Ага, да-да, жду, жду, да. 75-й. Спасибо, сынок, спас папу. 75-й, короче. 75-й это объём. И мне ещё нужна размер чашечки. Смотрите, если европейский производитель, значит, идёт размер А, Б, С. Это первый, второй, третий. А если американский производитель, то всё идёт в дюймах. Блин, баба, вы чё, вы вообще с ума посадили? Я ж лифчик выбираю, а не космический корабль. Да офигеть вообще, я в шоке. Мужик, есть зажигалка у тебя? Мужчина, у нас не курят. Да шо ж такое, ещё и курить нельзя, ё-моё. Звери. Звери. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужны женские трусики, однотонные, желательно шортики. Вот, мужчина, учитесь, молодой человек знает, что ему нужно. А, Мастер. Я заботливый муж. Ещё хуже. Скажите, какой вам размерчик нужен? Размера... Икс, 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 икс. Ну, Жек, ты заикаешься? В жизни, да. Но сейчас, к сожалению, нет. Я поняла. То есть вам нужен размер икс, 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 а в конце «Л»? В конце, к сожалению, тоже икс. Я теперь понял, почему ему нужны однотонные труселя. Вы знаете, у нас таких размеров нет, но мы можем пошить такой размерчик. Да-да, мужик, иди вот в магазин «Штор». Мне еще лифчик нужен. Тут, братан, с этим вообще все непросто. Лучше сразу беги. Мужчина, а можно вашу кепку? Это нельзя. На, вот эту, я куму купил. Сейчас. Я прошу прощения, а можно вторую? Марине замарай. Нет. Вот. Такие, только на три размера больше. Хорошо. Мы тоже пошьем на заказ. Вы, главное, ткань купите на свой вкус. Хорошо. Спасибо. Так, короче, решил я. Лифон, отбой. Давай труселя. Хорошо. Давайте определимся с модельками. Значит, вам танго, стринги, миди, мини, макси, спортивные. Ты же сказал, только обычные или для интима. Да, это... Мужчина, понимаете, как бы не важно, что вы купите. Главное, чтобы вы выбрали женщине подарок на свой вкус. Ей будет и так приятно. Вот выберите, что хотите. Давай мне семейки. Какие семейки? Я даже сказал на свой вкус. Мне нравятся семейки. Во-первых, вентиляция. Во-вторых, свободно, ничего не мешает. В любой момент можешь... Хорошо, мужчина, я поняла. Вы знаете, в вашем случае проще всего купить сертификат на подарок. Вот ты умная, да? Представь себе, я включаю музыку, выключаю свет, зажигаю свечи, открываю бутылку шампанского, дорогого французского, снимаю с нее одежду, а там сертификат. Короче, все, я решил. Беру вот этот обруч. Добрый день. Обруч? Ты что, дурак какой обруч? Это же блютуз гарнитура. Она под айфон или под андроид? Мужчина, это называется S-стринг. Сейчас покажу, как надевается. Ху! Вот! Ё-моё! Ты что себе? А оно в маршрутке не слетает? А? Слушай, а когда чихаешь, не падает? Нет, мужчина, оно прекрасно носится. А мужские такие есть? Нет, ты не подумай, я не для себя. У меня просто кум в политику пошел. Ему может пригодиться. А посмотрите, вот там, дождите. А еще, девушка, девушка, меня вот интересует вопрос, вот сколько стоит вот это изделие? Там же есть сценичек. Нет, сценичек-то есть, но мне кажется, что тут какая-то ошибка. Ну, не может веревочки стоить дороже, чем дрель? Это трусики дизайнерские. Да хоть португальские. Слушай, есть у тебя рулетка? Зачем? Я сейчас пойду в хозяйственный и на 15 гривен куплю моток веревки. Я тебе таких 100 штук сделаю. Мужчина, господи. Нашел! Нашел! Вот, шейте. Но только можно вот здесь буквочки вышить. Инициалы? Слушайте, вы такой романтик. Нет, это чтоб зад и перед не перепутать. Так. Перед принес. Пойду за задом. Ничего себе. Так, девушка. Короче, все-таки вот этот вот дайте мне для кума. А жене кепку подарю. А, да, конечно же. Ага. Вот, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Класс. Хорошего праздника. Спасибо. А мне давайте, наверное, сертификат. Пускай сама приходит с этим бельем разбирается. Хорошо. Какой у вас самый дешевый? 500 гривен. Сколько? Так, все, я в хозяйственной. Ну, я в бане. Ну вот. А говорят еще про нас, про женщин. Что мы идем в магазин за одним, а покупаем совершенно другое. С праздником нас, девочки! На Женевском автосалоне Таврия признана лучшей кофемашиной года. Если бы конструктор Таврии жил в Средневековье, он бы занимался тем же, что и сейчас. Конструировал бы орудия пыток. После отмены растаможки нашему автопрому придется конкурировать с дешевыми европейскими автомобилями. В связи с этим на завод «Мерседес» приехала украинская делегация. Вообще класс, да? Коридор. Да и ступеньки подсвечиваются. Прикольно. Блин. Это не завод, это какой-то стиль милитрия, да? Я прошу прощения, вы кто есть? Мы украинская делегация. Мир, дружба, холодец. А, вы эти из украинского завода «Автозад», да? Вообще-то, это наша внутренняя назва. Ну, вы с «Мерседесу», вам можно. Вы должны были приехать в 10.00. А сейчас сколько? Сколько сейчас? В 16.30. Ну, припоздали трохи. Мы хотели пивка выпить, німецкого, настоящего. В 10.00 и вчера. Мы просто шукали, где тут пиво подешевше у вас. У нас же не европейские зарплаты, извините. А что есть европейские зарплаты? Да, это такой украинский прикол. Ну, типа, нестисненная мрия. Ну, типа, как когда-нибудь коммунизм. Я, извините, а где у вас тут можно куня привязать? Что? Что привязать? Подзюрить. Пис-пис, как там по-немецки. Пис-пис. В коритор и налево. А, дякую. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы приехали? Ну, воно может трохи вечерно прозвучить, але по обмяну опитам. Ну, вы не думайте, мы не с пустыми руками. Проходьте. Так. Зараз будем у вас дивувати своими розробками. Так, розробка номер один. Дивись. Це ручка прикручується на коробку передач со встроенной розочкой. Бомба. Держи. Так. Далі. Четки. На дзеркало так вишаешь. И ты на Мерседесі самый чоткий пацан с чотками. Держи. Так. О, данке. Сама щас модна наклейка. О, тримай. Ненавиджу Украавтодор. А что есть Украавтодор? Ты шо, не знаеш? Це ж ваші генеральні партнери в Україні. Завдяки ним у нас ви на запчастинах більше заробляєте, ніж на машинах. А, це хорошая організація. Ага. О! О цієї штуки у вас вообще нідде немає. О, дивися. Оце заглушка для ременя безпеки, щоб воно не пикало, падло. А, подождите, не проще? Было бы просто пристегнуть ремни. Ти шо, на мерці пристегується тіки лошара. Ага. Подождите, це ж необхідно пристегиватися. Ми даже манекенів на тестах пристегиваем. Ні, ну то манекен, ему пофіг, а людину конкретно задавбує оце. Вони там, вони там нову еску обстіну шалак. Ти шо? Ти шо, ти шо, попи, попи, попи. Я понял, еска, 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 еска лас, да? Та штуку на новоку, што ли, вони обстіну шмак. Шмак, шмак. Да, это обычный, обычный краш-тест. Да. Шо за? Вы што, не проводите на ваші автомобілі краш-тест? А, не, по документам проводим. А так, щоб в реалі обстінути, конечно, нет. Не, ну максимум можем бампером упереться. Ну там, фару коцнуть. Дворник поламать. Ну да, нам же ще цю машину продавать треба буде. Што делать? Нічого, іди подивись конвейер. Ага. Слухайте, а ви у цю машину, коли той, розбиваєте, ви куди діваєте? А ви куди діваєм? Ну понятно, по документам ми теж ви куди діваєм. А в реалі? Викидіваєм? Ну не хочеш говорити, не надо. Чорний ринок. Да? Викидіваєм. Реально ви кидуєте? Да. Ага. Ага. Ну не только оригинал. Ну, на чорт, давай. Ак. Какой у вас Мерседес? Лупатый. Що, что есть лупатый? А? Ну лупатый Мерс. Ты шо? Ну очкарик. Глазастий. А у нас нету такой модели. Вы шо? Як вас сюди роботать взяли? Вы шо? Ты геть вообще в Мерсах не шариш? Я главный конструктор. Простите, но все равно номер кузова и год выпуска. Там такая история была. Короче, я ліпив одну з трех. И получилось так, що там, где номер кузова, там получился сварочный шоу. Якого він тепер году, я не знаю. Ну, в таком случае, я ничем не могу вам помочь. Щекрута контора называется. Там, там, там мужик. Ну, мужик, и шо? На каблуках мужик. Это шо? А, это наш главный конструктор, дизайнер Анна. А во что, носоводи не работают геи? Ну, я особо не переверял. Но народ про нас різне кажеть. бензонасоса. Ага. Я прошу прощения, кто этот человек постоянно бегает? Это мей кум. И главный наш конструктор. Чуешь ты? А я как бензонасос выглядаю? Прогули. А, понял. Про шо? Иди, спитай там кому когось. Понял. Понял. Так, мы начнем с брендингу. Брендинг. Вот мы по контракту ездим на автомобилях нашего производства. у нас самая ситуация. руководство станет производство. Понимаете? Шо ты хочешь, видимо? Шо ты за мной ходишь? Он хочет от вас, чтобы вы в следующий раз сходили не в коридор, а в туалет. Он больше не будет. Я цветок полил. Да шо, я цветок. Иди, найди мне бензонасоса. Здравствуйте, бензонасос. Мужчина, мужчина. Что там у вас там? Какие новинки там, секреты расскажете? Ну, да, мы разрабатываем сейчас, например, новую технологию, чтобы автомобиль двигался абсолютно без водителя. Так. Як це? Специальный сканер считывает всю информацию на порожних знаках и на дороге. И автомобиль едет сам. У нас це не спрацює. Цей сканер задовбається шось шукать у нас. А шо ще? Ещё мы разрабатываем, внедряем такую систему, датчик, для алкоголя. Якщо он чують пари алкоголя, машина не заводиться. Ты шо, вообще бесполезна в Україні? У нас без 50 грамм машину вообще не заведёшь. Вы знаете, самый главный наш принцип это забота клиента. А если одна из машин нашей серии бракованная, то мы отзываем все машины обратно. Да. Якщо ми так будемо робити, ми не продамо ни одной машини. А что вы делаете в таких случаях? Морозимся. А что есть морозимся? Ну, кажемо, шо, це не ми, и таки. Подождите, как это, не вы, у нас на каждой детали, а в двигателе стоит подпись человека, что он ответственный за эту деталь. А как у вас? Ты шо, у нас на заводе наверное 30 подписей надо будет собрать, а крайнего ты вообще найдёшь. А, да, вы знаете, что у нас гаранция на машине три года, или пробег сто тысяч? Та, от тут мы вас вдули, хвосты в гриву. У нас, якщо машина выехала за порог за воду, якщо выехала. А якщо выехала, то це все, це не наш геморрой, це не наш. Так, чем вы принесли сюда манекен из краш-теста? Я просто хотел спитать, а скільки такая штука коштует? Этот манекен стоит сто тысяч евро. Сколько? Ты что, сто тысяч евро? Яхнула, эсконюк. Не прикинь. А вот таке питанечко, чисто интересно, а якщо замість манекена за ролем буде, ну, людина якась, наприклад. Ну, я любая, любая. Да що ти так кажеш. Меніся као, скільки ви то люди не заплатили, а? Ну, чисто теоретически, конечно, ми б заплатили більше, чем сто тысяч евро. Так, а ну, тихо, начальство буду разговаривать. А как конкретно сумма? А, нет, нет, это незаконно. Не, понятно, понятно, незаконно, но теоретически. Ну, чисто теоретически, конечно же, живой человек принесет... денег? Сколько? Ну, я думаю, около миллиона евро. Миллиона евро? Мы б ему заплатили, но вряд ли найдется здравомыслящий человек, который согласится въехать в стену на скорости сто километров в час. Я готов. Я готов за половину. Что? Я готов за 300. За 200. За 100. За 50. За десятку. За штукар ляпнусь. Что ты так жестко депингуешь? А что такое? Я тебе сейчас сам ляпну. Да что ты думаешь? Иди, найти мне бензонасоса. За все бензонасоса. Вибачьте, то и вина, то и вина. Так что вы там? Про рекламу. Расскажите мне. Мы как рекламуем? Ну там, флайера в метро. Ну там, что еще? Ну по радио рекламу раздавали. Может законы краще всего подкручивать? А? Бед себе. Наша главная реклама это качество наших автомобилей. Тогда надо будет еще подкручивать и подкручивать эти законы. Найшов, найшов, бензонасос. Ну шо ж, як кажуть, дякуем за гостинность, але нам треба ехати. У нас зараз автобус до Франции. Нам ще треба заехати по обмену опытом на Пеогеот и Ренаульт. Шо там обменивать с ними? Ну я вам все-таки дам такой маленький совет. Вы вместо того, шоу, тратите стільки грошей на вашу рекламу, взяли бы, занесли котлетку до вашего Бундестага. Они б вам підкрутили закончики під вас и вы б могли выпускать буквально какашки на колесах. Мы так робимо. Вот так. Все, бывайте, гимки. Чао. Бувайте. Простите, но эти странные люди украли насос от вашего велосипеда. Слава Богу, эти странные люди никогда не украдут наши технологии. Это хорошо. Слава Богу. Дети утверждают, что папины сказки на ночь более короткие, чем мамины. Менее сентиментальные и заканчиваются всегда одинаково. Громким храпом. Смотрим, как укладывает ребенка в знакомой вам типичной украинской семье. Давай, малой, прыгай на диван. Мам, я не могу уснуть. Почитай мне сказку. Слышишь, Саш, почитай ребенку сказку. Вика, ты что, не видишь? Я занят. Я телевизор смотрю. Ты постоянно свой телевизор смотришь. Почитай ребенку сказочку. Надо немножко потерпеть и нам дадут безвиз. Доллар снова станет по восемь и коррупцию мы задошим. Это что? Сказка. Нам такие сказки каждый день по телеку рассказывают. Так, Саша, взял и рассказал ребенку нормальную сказку. Ладно. Слушай, сынок, прискакал как-то красивый принц к замку освободить одну рыженькую принцессу. А там дракон. Он охранял принцессу? Вначале он ее родил. Дракон? Прикинь. Вообще на самом деле он хотел спихнуть эту принцессу какому-нибудь лоховатому принцу. Что ты ребенку рассказываешь? Ну, у принца тогда был выбор. Кого бы выбрать? Елену прекрасную или Елену премудрую? И кого выбрал? Викторию притыренную. Так, расскажи ребенку про трех поросят. Что там рассказывать? Пришел волк, дунул поросятам снесло крышу. Все, всем спать. Нет, нет, нет. Я про ту сказочку, где трое мужиков праздновали день завода и превратились в трех свиней. Это не интересная сказка. Хочешь, я тебе сказку сейчас про царевну лягушку расскажу? Да, хочу. Слушай, вышел красивый парень на поляну, натянул свой лук, смотрит, а на поле лежит маленькая лягушка, прыщавая такая, непонятная такая, в лосинах. Он взял и поцеловал ее, дурак по неопытности. И лягушка превращалась в принцессу? Нет, он поцеловал ее второй раз, потом третий, в ЗАГС ее сводил, на море свозил, теремоки и купил. И лягушка изменилась? Нет, а принц ждет, надеется и верит. Так, что ты ребенку рассказываешь? Принц обещал своей принцессе, что она будет жить в красивом замке, а сам поселил ее в хрущевом теремке за 3-9 земель от метро. Вообще, на самом деле, у принца в тот вечер прицел сбился. Он-то целился в ее подружку, Лисичку-сестричку, но... Ой, а что ж тогда он выбрал эту лягушку, если она ему так была не по душе? Мю-мю-мю-мю-мю. Между прочим, в эту лягушку целились другие принцы. И у кого-то лук был потуже, а у кого-то стрелы подлиннее. Чё ты несёшь-то? Да и несут. Так принц женился на лягушке? Конечно! И был пир на весь мир. Так он нифига не окупился. Потому что подружки, лягушки-пакушки, жабы этакие, подарили пустые конверты. Ах вот так вот, да? Про жадность мы хотим поговорить. Хорошо. Сыночек, слушай такую сказочку. Называется она «12 месяцев». Значит, один жадный-прижадный, прижадный, капец какой жадный принц, решил сделать ремонт в марте месяце. Ах нет, эта сказка называется «24 месяца». Подожди, я не понял, а что это принц жадный-прижадный, а? А потому что ему предлагали бригаду красных молодцев. А он сказал, нет, он сам своими корявыми руками ремонт сделает. Розетки до сих пор вываливаются. Так чем эта сказка закончилась? А она, сыночек, не закончилась. Эту сказку можно вечно рассказывать. Корявые руки говоришь, да? Да. Сейчас я тебе, сынок, расскажу сказку про корявые руки. Значит, одна баба яга решила отравить прекрасного принца и начала варить свое страшное зелье. И добавила туда яда? Нет, сынок. Там такое зелье, и яда не надо. Фирменный борщ называется. Марины Францевны. А хочешь, я тебе еще одну сказку расскажу? Называется «Мама и медведи». Вообще-то, Маша и медведи. Вообще-то, твою мэ-мэ... Тяжело Машей назвать. Так вот, слушай, сынок. Приперлась как-то, Марина Францевна, к медведям нежданно-негаданно. Да, с вот такими сумками с консервацией. А главный медведь даже не поехал встречать ее на вокзал. Да потому что она приперлась в 4 часа утра. Без предупреждения. Нарушив все законы леса. А главный медведь и медвежонок об этом ничего не знали. Только одна медведица была с ней в сговоре. Ай, начинается, начинается. Да, она ела из наших мисок, спала на наших кроватях и выкинул спиннинг главного медведя. Но зато Марина Францевна помогала им по хозяйству. А в это время главный медведь не мог по своей берлоге в труселях походить. И посидеть в своей норке, газетку почитать. Слушай, а что ты трогаешь все время мою мать? Да кому нужна твоя мать вообще? Да ты постоянно, вот со вначале, мы пошлинились и давай, мама, мама, мама. Перестаньте, мама, 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 мама. Что-то я не поняла. Что это вы разорались? Ребенка спать укладываем. Лешенька, теперь очередь бабушке рассказать тебе сказочку, сонечка. Да-да. Сейчас тебе бабушка расскажет сказку про колобка. Вот на кого она похожа, про того она тебе сказку и расскажет. Саша. Доченька, а ты рассказывала ребеночку сказочку про Иванушку-дурочка? Не, а вы, лучшая мама, расскажите ему сказочку про Винни-Пуха. Очень хорошо у вас этот момент, когда Винни-Пух в дырке застрял, получается. О! Ты еще мне поговори, то я тебе пятачок разобью. Да что она мне угрожает дома? Да что она мне дома угрожает дома? Да что ж вы разорились? Ребенка спать укладываем. Неумехи. Дайте дедушка попробует расскажет внучку сказку. Значит, внучек жила-была семья. Большая-пребольшая. Бабушка-дедушка, мама-папа. И была-то семья дружная-предружная. О! Уснул. Папа, как это у тебя получается? Да потому что к ребятенкам подход нужен. Ну и опыт, опыт, опыт. А ну, дыхни. Бям. Ты опять на ребенка перегаром дышал, да? Мариночка, дитя спит. Ну не семья, а общество анонимных алкоголиков. Мариночка, ты спишь? Что ты делаешь, Мариночка? Вот, видишь, Вика, вот эта ведьма принцу жизнь портит. Саша, да какой ты принц? Ты максимум дракон огнедышащий. По пятницам. А по праздникам я вообще молчу. Вика, что ты начинаешь, я понять не могу. Это было один раз, и то на твой день рождения. Да, только ты праздновал мой день рождения семь дней подряд. Потому что я тебя люблю. А потом я тебя искала три дня подряд. Потому что ты любишь меня. Люблю. Ну что там? У принцессы сегодня голова не болит. Ты чё, мне кажется, Лёшка ещё не спит. Да сплю я, сплю я. Идите уже свою берлогу. Ну чё, пойдём берлогу хуто постреляем, а? Отсчёт. Вика. Викуся. Честный депутат всё-таки поддержал идею повышения пенсии, но пока только в соцсетях. Лайками и репостами. Яна, яна, а який у меня пароль на фейсбуке? День рождения ваш. Подожди, а обычный день рождения, а чи той, коли меня за взятку взяли и потом оправдали? Тот, когда вас откачали от передозника кокаина. А, так кто шостый? Что, ты запомнить не можешь? Так, кто был тридцать первый? Егор Григорьевич, Клаваш пиар-менеджер. Ой, знову цей пиар. Господи. Что, без него не можно? Евгений, душа моя, день добрый. Недобрый, Егор Григорьевич, недобрый. А шо трапилось? Вы перестали общаться со своими избирателями в соцсетях. Я пароль забываю. Я ж вам сказал, поставьте какую-нибудь дату, день рождения или другое важное событие для вас. И не парьтесь. Евгений, душа моя. У меня с этой владой только за последний год было шесть значимых событий. И какой из них более значимый, я даже сам не знаю. Я вас понимаю, но вы должны регулярно твитить. Евгений, дякую тобі, шо ти переживаєш за мене. Дякую. Але все нормально, почки вже работають. И я твитю так, шо дай бог каждому. Рад за вас. Ну, я по другому вопросу. По якому? Я по поводу отжимания. О! Все, треба було починать. Отжимания я люблю. Отжимания, то класна штука. Шо будем на этот раз отжимать? Завод? Чи може фирму? Чи земельну делянку? Нет, я по поводу вашего отжимания. А шо таке? А хто у мене шо хоче віджати? Я ж зі всіма ділюся. Да нет же, видео, на котором вы должны были отжатися 22 раза. Помните? Ой, помню. І вот його придется переснять. Ні-ні-ні-ні-ні, нічого переснимати не надо. Там нормально все, не надо. Егор Григорьевич, там видно, что вы отжались всего один раз. А потом видео зациклили. Шо, сильно видно? Да, там мужик зад-вперед ходит на задний. Покажо так і буває, людина щось забула і вернулася. 22 раза? Ну може і слухай. Яка рясниця? Заметят, не заметят? Давай в інтернет його і мать його так. Да ви шо, нельзя таке викладывать в інтернет. Тем более, у вас уже є один прокол. Який прокол? На крещение, когда вы вместо прорубя нырнули в бассейн на Шри-Ланке. Та, ну ладно. Йогор Григорьевич, придется отжаться. Слухай, ти мені ось скажи чесно. Це МВФ нові вказівки прислав? Що, типо, дадим транш тільки після того, як ми тут будем робити полний дебілізм? Ми і так багато робимо. Ну що ти? Та не, це з Америки прийшло. Знову ця Америка. З Америки краще прошло 22 мільярди доларів. Ось тоді в Кабміні не то, що отжиматься начали. А вони там рандат фляхсальто, рандат фляхсальто 22 рази в день. Пойміте, ця хрінь про 22 рази дуже важна для політики країни. Слухай, ну не обязательно же отжиматься 22 рази. Я можу покормити рыбок 22 рази. Григорь Григорьевич, давайте отожмемося. Давайте. Слухай, ну а може двойника найдемо? Нет. А комп'ютерна графика це дуже дорого? Дорого і заметно буде. Слухай, може я просто денег дам? Все ваші вже отжались і отчитались. Прямо все? Все. Ось я тебе за язык не тяну. Зараз я позвоню Колі. Коля, не под одну Владу не прогибався. Коля, здоровчик. Слухай, а ти 22 отжимання? Ти забив чи повівся? Отжимався? Руки боліли 22 дні? Нічого собі. 22 капельниці поставили? Боліли, а ти чого? Слухай, а серед наших є такі, хто не засстав і відказався? Твой шеф? От глиба, а? От зараз ще більше його зауважав. І що, і що було? В Київ визвали. А що потім? Дуба боліла 22 дні? Оня, Коля, я передвоню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну що, приступим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я ж не можу так без розмінки. Так, подожди. Ось, раз. Ось, ось, ось. Слухай, а давай я ось так до стінки встану? А ти камеру, як будто вона лежить. Ось так вот. І я тако, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А? А как вы объясните людям, что у вас портрет президента на полу лежит? Що ти притираєшся? Ой, господи, ладно. Ось тут стой. Ось тут стой і снімай. Все, зараз буде. Ключа, ага. Я, губернатор Егор Григорович Крутоголов, приймаю челлендж. І зараз віджмуся 22 рази. Раз, два, три. Ры. Що ти, ры. Та ти шо ти з витселяць снімаєш? Я тут сяло там стоять. Ну шо ти? Григорь Григорьевич, надо так, щоб вас видно було. Коли буде видно, тодо буде стыдно. Не надо, не надо это снімати. Давайте вы здесь лучше отожмётесь. Давайте, давайте, давайте. Ну а вот, допустим, я отжался. Допустим. А кому його передавать? Ну как кому? Всем, кому угодно. Сейчас все отжимаются. Ага, все. Даже винницкие. Ну да. Вообще авторитетів не осталось. Готов? Да. Слухай, а шо ти думаєш насчёт моєго фото, як я отжимаюсь? Ну і як люди поймут, що ви отжались 22 рази? А ми фотку започтим 22 рази, воно як мультик получится. Нет, надо видео. Давайте. Ё-моє. Так, все. Включив точно? Да. А, скільки раз було? Один. Блин, по ощущінням 35. Не, в низці сложно. А вот вверх, вверх, конечно, не очень. Слухай. А ну давай, дізни. А ну дізни, лягай. Зачем? Лягай, лягай, лягай. Давай. Вот представь себе, как будто камера внизу лежить, а я над нею такой отжимаюсь, да? А ты мене знизу подштовхуєш, понял? Как я вас подталкивать буду? У меня в руках камера. Ногами. Давай, давай. Знімай скарпетки. Шишованого тарапетки. Так. Все? Готов? Давай, давай, упирайся. Снимаю. Я губернатор. Егор Горьш Круталов. Я приймаю челлендж. І раз. Давай, давай, давай. Егор, Егор. Я что, уволена? Яна, це не то, що ти подумала. Это, это челлендж. Я б тоже смогла, это челлендж. Я що, безрукая? Ян. Господи, ти. Ой. Не, не, не. Все. Давай без отжиманий. Ну его нафиг. Ой. Хорошо. Давайте запустим социальный ролик. Шо-шо? В котором вы в одиночку уберете снежную дорогу. Так. Как вам такое? А що, так і можна показувати? Да, це зараз дуже актуальне. К тому ж, мало хто може це повторити. Та ладно, я таких любителей, знаешь, сколько знаю. Ну ладно, если так оно можно, то, пожалуйста. Белые дороги, белые дороги. А что вы делаете? Так. Чтоб почки только вчера включились. Так шо, ты будешь чи не? Убий, уберите ты немедленно. Начали. Я починаю цей «Иди в дупу» челлендж. И починаю зі свого пиар-директора. Хорошо, хорошо. Другой челлендж. Как вам такой челлендж? Ставфью маус. Шо за... Закрой свій рот. Да ти сам закрой свій рот, дубина. Челлендж так называется. Надо чем-то набить рот и с полным ртом передати естафету своєму другу. Слушай, давай я краще Яну позову. Яна, ходь сюди. У ней краще получится. Яна! А какая Яна? Шо, не? Вы должны в кадр. А Яна, отбой. Яна, ходь сюди. Яна, отбой. Ходь сюди, отбой. Ходь сюди, отбой. Прикинь, шо там зараз в приемной твориться. Пока мы с вами ерундой маялись, вам еще один челлендж прислали. Який там? Вот, смотрите, пожалуйста. Значит, я, Иваница Олег Петрович, официально заявляю, шо больше взяток не беру и передаю этому скафету Егору Григоровичу. Ну а ж як, якщо я прізвище не почув, значить я челлендж не прийняв, правильно? Ну то як с повесткой из военкомата. Если лично в руки не дали, то, ай, извиняйте, бананів немає. Ну другие же увидят. Это же интернет. Точно, ё-моё. А ну давай. Вони там в НАБУ вообще с ума посходили. Так, а ну давай. Челлендж-ответка. Я почув челлендж від Олега Петровича и в свою чергу передаю на нього компромат. Однажды, 3-го числа, в сауне, значит, Дионис и Афродита. Олег Петрович. Егор, Егорич. Шо? Зачем вам такой пиар, скажите? Точно, точно, не надо. Давайте лучше какой-нибудь свой челлендж запустим. Як то? К примеру, Недавно был такой челлендж. Называется «Манекен». Так. Все замирали в героической позе и какое-то время стояли. Так, це ж бомба. Це я можу. В героической позе. Да. Ага, давай, снимай. Давайте. Я починаю запускать новый челлендж. Все запустил. Вот, а то не челлендж, то челленджер. О, так и не долетел до этих слоев атмосферы. Открой окна. Ой. А вы не можете какой-то нормальный челлендж запустить, а? А че, этот такой был нормальный? Да какой-нибудь благотворительный. Перечислить деньги в какой-нибудь фонд и передать эту слоевету своему другу. Идея классная. Ну давай, чтоб денег не надо было платить. Давай. Ну тогда обливалки, брызгалки. О, так у меня ж є то, як я там холодною водою обливався. Ты шо, не запустил його в интернет? Конечно нет. Такой нельзя людям показывать. Надо ж было в трусах обливаться. А шо, сильно видно, шо без трусів, да? Ну до холодной воды сильно. А потом не очень. Слухай, давай вот до холодной воды отрежем и в интернет. Мені там стыдацем нема чого. Гегор Григорьевич, если вы сейчас не выполните какой-то челлендж, вас могут уволить. Шо значить уволить? Я, между прочим, губернатор. И в мої губернаторські обов'язки не входят разминка. «Отжимання». Раз, два, три, четыре, пять. Записал? Вызывай швидку. Егор Георгиевич, у меня память в телефоне закончилась. Ходи, вызывай швидку для себя, ты! ДИЗЕЙ ШОУ ДИЗЕЙ ШОУ